МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале. У студии Сергей Манько. Витаю вас и сегодня в выпуске. Выгодное решение кватерного питания. Больше сотни жоденцев ожидают займеть квадратные метры в первом арендном доме. Это достаточно перспективное направление существующих реалий. Здесь не тьмару и заработать на корыстных звучках. Молодой предприниматель с Марииной Горки открыл тренажерную залу. Молодежь будем больше привлекать и будем расширяться. Про фитнес-бизнес в маленьком городе наш репортаж. Подрыхтока до Великой Воды. Супрацовники МНС узмацнили мониторинг поводковой ситуации в регионе. На сегодняшний день ситуация находится под контролем и каких-то особых подтоплений не зафиксировано. Взаимовыгодные справы о наменьшении расти унесок малого и среднего бизнеса в бюджет. Управнание с минулым годом платежи уголовную финансовую скорбонку региона от предпринимательников повелечились на 16%. Доля приватника в бюджете уже опера высела 50%. Сегодня в регионе зареистровано 57,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Податковые льготы, отсутность бюрократичных барьеров и мораторий на проверки повинны посприять замоцованию становочей тенденции. Здесь снять мару и заработать на корыстных звычках. Молодый предприниматель в Марьиной Горке открыл тренажерную залу. Пустующее помешкание без бюрократичной тиханины взял аренду, оболотковал необходимым обстареванием и начал примать наведовольников. Сталка наздоровела от життя, себе оправдала. Теперь предприниматель подличивает первый прибыток. Про фитнес-бизнес в малом городе. Наш эпатаж. Николай из детства занимался футболом. В 16 первый раз узнял штангу. С того часа захопился железным спортом и стал марить про властную тренажерную залу. Пустующее 160 квадратов в мясцовом кинотеатре худкой перетворились в мини-фитнес-центр. Идею предпринимательника початковцы мясцовые керовники подтримали. В центре города просто было помещение. Сразу заприметил, поехал к администрации. Вот Минобулки на видеопроката. Причем я поехал просто узнать цену аренды. И получилось так, что они мою идею сразу поддержали. Я не думал, что так все получится. Помешканья Николай взял у аренду. Великих грошей на ремонт не потратил. Боробил еще сам. Набыл тренажеры и запросил первых наведовольников. За 8 месяцев праца за здоровьем и добрым настроем сюда пришли. Уже у некольких сотен городжан. Условия, тренажеры. Климат хороший здесь. Ну и люди постоянно ездят. То есть весело. Я раньше ходил один, занимался скучно. А так, то есть, вполне устраивает. Здоровый ладжице вайшов у моду пухаучан. Тепер, каптрапить у залу, необходно записаться загадя. А Дмитрий тут не только директор, а и прибиральщик, и ведома инструктор. В принципе, как и во всех залах, самый популярный тренажер – это жим лежа. Это все сразу приходят, обычно делают. Гантельный ряд, в принципе, тоже очень такие, то, что надо в зале, и очень довольно-таки популярно. Все девушки, мальчики любят беговые дорожки. Конечно, все было проверено, и не только на себе, уже и на клиентах. Тренировки у нового фитнес-центра у вайшли убыденный расклад в Ольге Пячуре. Мясовые тренажеры она опробовала одна из перших, выником задоволена. Молодец он, конечно, потому что молодежь. Я смотрю, вот по тренировкам подтягивается. И как бы не на дискотеках больше проводят время, это тоже радует. А идут спортзалы, поэтому, конечно, это замечательно, что так продвигает спорт. Бизнес-компаньона по сумещальнице для девчонок Миколая Дарья Вакулина, отказывая за добрый настрой на ведовельнику и финансовую скорбонку. Бизнес-проект можно назвать поспеховым. Пробыток хоть невеликий, межтым я ухапаю на оплату аренды и заробок молодых людей. На данный момент в тренажерном зале находится все, что нужно. Но хочется больше. Больше тренажеров, больше помещений, чтобы было. Дальше, я думаю, будет больше. Будем привлекать новых людей, и молодежь будем больше привлекать, и будем расширяться. Прыклад Миколая Корницкого может быть корыстным и для инших. Мара замест бизнес-плана и ожидание працовать на себе приносит не только задовольнение, а и стабильный прибыток. Виктория Свирская, Сергей Манько, Леонид Барценю, Минщина. Выгодное решение кватерного пытания. Первые арендные дома, увиденные в эксплуатацию на приконце минулого года в Жодзе, не готовы принять новоселов. Займеть квадратные метры у шмат-поверховцы выказали жадание больше за сотню жихару. Колькость мающих потребов, амаль утрая, первая пропанова. Зараз идет разгляд отповедных заяв. Пировага отдается тем, кто первым стал на улик. Попыт на арендные кватеры высокий, тому при наявности сродку в бюджете будовництво таких кватер можно иметь в протяг. Все денежные средства строительства осуществляются только за бюджетные деньги городского бюджета. Все деньги направлены на строительство детского сада. Но по анализу 2016 года мы увидели, что арендное жилье пользуется спросом. У нас на 36 квартир поступило 105 заявлений. Поэтому я уверен, что в ближайшую пятилетку мы будем работать над строительством арендного жилья, потому что считаем, что это достаточно перспективное направление в существующих реалиях. До назначенных здарений в Логольском районе перекулился пассажирский автобус. Два человека потерпели. Авара добылась на трассе Минск-Мядзил. Вероятно, на Слизькой дорозе машину занесло в кювет. Одного с пассажиров из места здарения забрало худкая допомога. Позднее до медика взвернулась еще одна женщина. 31-годовый мужчина загинул на пожары в санаторе и на Мядзельщине инцидент отбылся в оздоровленном комплексе Чайка-Калявилске-Зубраневка. Огонь возник у одним из покоев на первом поверхе двухповерхового спального корпуса. Что стало причиной узгорания, теперь выцветляют супрацовники МНС. Подрыхтовка до Великой воды. Супрацовники МНС измазнили мониторинг поводковой ситуации. Узровень воды на реках и водоемах Минщины, что сутки повеличивается от 1 до 10 сантиметров. Межтым хваляваться, поколь рано, поколь продухерить подтопление населенных пунктов, допомогая сама природа. Денная длига изменяется ночными заморозками, что не дозволяет талой воде надолго затриматься на подворках. Коммунальные службы, водоканал разом с воротовальниками так само у полной боевой готовности. С надыходом первого тепла специалисты очистили ливневую канализацию и подрихтовали отповедную технику. Все подготовительные мероприятия проведены, мониторятся все населенные пункты дороги Минского района и принимаются необходимые мероприятия для откачки воды. На сегодняшний день ситуация находится под контролем и каких-то особых подтоплений не зафиксировано. Население своевременно информируется, поводов для волнения нет. Не забывая про элементарные правила безопасности, воротовальники просите матро зимовой рыбалки с надыходом тепла таки отпочинок становится саправдой экстремальным. Небеспечным для зимовой рыбалки лечится лед, толщина якого меньше за 7 сантиметров. По коль на большинстве водоемов докрытичные отзнаки еще далекая, между тем рыбакам раець быть пильными и сочить за прогнозом синоптиков. Смачные проводы зимы масштабная забавляльная программа запланована в области на Масленицу. Во всех районах Минщины в выходные запрашают на святочные гулянии. Найбольш масштабное святкование Масленицы проведутся в музейном комплексе Азерцов Минском районе, Панском майонтку Сула на Ставцовщине, горнолыжных курортах Логощины. Скомарохи, колядожчики, народные вольни, жартовные спортивные забавы и, конечно, тысячи смачных блинов и оладок чекают гостей святов. Веселые настрои будут забеспечивать святые фольклорные и народные коррективы. Пройдутся и мастер-классы от кулинаров и рамесников Старичного региона. Репортажи, эфирные видео у всех программ Ребучас доступны на сайте ctv.by и на ютюб-канале Старичного Таребачения. Заходьте, глядите и подписывайтесь. А на этом у меня все. Доброго вам настрою. До встречи.